Друзья, всем привет! Подписчикам ставлю лайк за то, что меня смотрите. Сегодня приехал к ребятам, которые строят свой автомобиль. Уже на протяжении пяти лет они строят этот автомобиль. Давайте я вам покажу и ребята вам все об нем расскажут. Пожалуйста! Ребята, знакомьтесь. Володя строит этот автомобиль. Сейчас Володя вам обо всем расскажет, с чего всего у них это строительство началось, какие здесь запчасти, чей кузов. Ну и обо всех мелочах Володя сейчас все вам расскажет. Так, вдвоем мы строим дядя Володя. Дядя Володя. Так, это вот у нас дядя Володя, который тоже строит. Просто водопроводная труба, это сталь 20Х, то есть специально заказывали в Оренбурге, у нас ее нет. Потому что нужен крепкий каркас на автомобиле. Откуда заказывали секретный пенит? За полгорода. Первый Уральск. Первый Уральск. Первый Уральск. Да, прокатный завод Первый Уральск. Двигатель с Opel. Это 2,5, V6, бензиновый. Коробка автомат. Тут как бы еще будем сращивать привода. То есть Opel, вот эти вот Ниевские части. Ну у вас получается будет задний привод, да? Ну да, задний привод. Естественно стабилизатор, все как положено. Подушки дополнительные. Тоже что-то с Жигулей ставили. Вот эти вот родные. Там у Жигулей подушки тоже. Газ переделывали. От Нивы, я так понимаю. Да, это от Нивы Шевролет. Ну, под обычной Нивы тоже они одинаковые в принципе. Только Шевролетовские. Вот это тоже от обычной. На Шевролете же там большинственные блоки стоят. Резину такую серьезную, смотрю. Ну, резина это китайский вариант. Не, обычно как бы изначально строят. Ставят бэушную резину. А, ну да. Изначально такую новую. Ну, а диски колесные, это реплика BMW. Ну, да, новая. Это с BMW. Да, вот, сращивать сами будут. Специальную систему придумали. На заводском биении здесь нет биения. При сварке надо вдвоем будет это делать. Нужно будет прогреть до 250 градусов. И при этой температуре сваривать. Иначе здесь трещины появятся. Микротрещины потом обломятся. Это труба сделана из стали 20. Прочная, хорошая. Это прихватка. Это прихватки. Ну, ровно выставлено. А баланс, как вы его выставляете, интересно. Обычно же, когда прихватываешь, он уже вот тянет металл. У меня индикатор есть. Уставил все. Он на биении? Нет. Ну, а вот заводское биение. Вон, видно, как его маслое. Да, я сам уже на глаз вижу даже. То есть, в магазин, если идти привода покупать, надо брать с собой вот типа такого вот. Индикатора какого? Нет, вот эту вот штучку туда одевать и крутить, смотреть. Ну, это опять же, мы не знаем, как он порвет это все. Ну, придется целое делать из другой стали. Ну, а вес примерно какой у вас получится-то? Примерно высчитывали? Пустая рама весит порядка 500 килограмм. То есть, рама 200 килограмм примерно, да? Ну, все, ну, килограмм 800 будет в снаряженном виде. Это уже вы посчитали в собранном, да? 800 килограмм. Да. Это все родное, да? Ну, это да, это переделывалось. Ну, вот эти тоже, они снова переваривали, да? Да. Ну, потому что она была на машине стояла. Это специально вот этот, как она называется-то, ну, кто турбирует мотор, они знают, что будет. То есть, выхлопа у вас будет как-то здесь выходить, наверное? Ну, выхлоп, он вот так вот будет у нас идти. То есть, ну, тут катализатор придется ставить тоже, чтобы все по ГОСТу было. Потому что даже ручник будет работать. Ну, он и функционирует, сейчас работает уже. Интересно. Так, вот смотрю, у вас двери. Ну, это электрический, чтобы это закрывались, открывались. Да. А замки еще такой же будет стоять? Замки это с Opel тоже, опять же, немножко переделанные. Давай проверяем, посмотрим. Дверь с селики же, да? Стекла с селики? Да, да. Каркас это самодельное все. Стеклоподъемники даже. Это металл с нержавейки или это затихно? Нет, ну, просто чистый металл, да. Это все грунтует, скрасится. Ребята, смотрим, как открываются двери. Настоящий спорткар. Вот, ставьте лайки ребятам. Руль. Это у вас типа как электро или пневмо, да? Электрический. 200 кг. 200 кг поддерживает? Да. Супер, конечно. Ясно. Так, а что автомат чей у вас? Автомат? Бог, автомат, расскажи про автомат. Володь, помнишь, что это за автомат? Автомат какой? Ну, вообще, от чего стоит? Автомат тоже апеллевский. Ну, там она японская, ее такси. Четыреступенчатая. Печка, откуда у вас будет стоять? Где-то с калийной переделанная. Туда кондиционерный радиатор вставлю. То есть? А вот тут стоит. Радиаторы все. Отечественного производства, да? Это все переделанное. Трущиков не будет, сервопродукт. Я сюда поставлю калиймодельные приводы. Они на шайках подшипник надежные. Хорошие. Как проверенные. Ясно. Что по передней подвеске у вас? Ну, передняя классика. Рычаги классические. Это которые... Тюнинг-спорт какие-то. Стингер-спорт. Это от чего-то родное, да? Или сами уже... Нет, это с польцвагена, по-моему. С польцвагена. По-моему, польцвагена. Это задний с шевролей-круза. Задний круза. АБЕС, это с шевролей-круза, это с опыли. Потому что электронная система у себя будет обедовская. Ну, как вся частичная, там, процентов 60. Выкинется. А еще вот интересно, вложений у вас много? Будет? Ну, как вы вообще планируете и когда заканчивать-то? Мне кажется, любой, когда машину строишь, там все много. Долго. То есть, если бы там... Ну, я имею ввиду, что конкретных каких-то сдач у вас нет? Чего-то. Пока нет. То есть, это все пока для души делается у вас, да? Да. Ну, это как бы дядя Володя все чертит, все чертежи. То есть, весь проект это вот у нас дядя Володя, да? Получается. Конечно. Дядя Володя, а ты вот с чего решил такой автомобиль построить? Ну, вот есть такой товарищ, Ильгиз Кукташев. Вот мы с ним познакомились, я ему тюнинг делал на машину. А потом через год, когда он ко мне пришел, у нас Господь суился. Ага, точно. Или Ангел, я не знаю, кто там. У меня была мечта сделать автомобиль с детства еще. И у него, оказывается, вот он меня спрашивает. Дядя Володя, а как вот если такую машинку сделать? Вот я говорю, так тебе можно, но Ильгиз только, это гигантский труд. Такие машины делают огромные коллективы. В Порше, например, их 350 или 450 инженеров. Они Спайдер делали 5 лет. На Русю делали там коллектив, большой человек, 44 года делали. А я тут один, вот ВОУ помогает мне, Володя. Так что вот по срокам, конечно. Хочется быстрее, но получается, как обычно, да, у нас? Да. Потому что на все нужны деньги, какие-то возможности. Деньги, потом ведь это все, я хоть и конструктором работал в советское время, в НИИ. Но темы были совсем другие, это для меня не знакомо. Приходилось все с нуля начинать. Это, ну, все сделано по науке, по расчетам. Машина очень прочная. Делал я по американским стандартам. Это пятикратный запас прочности. Поэтому и сталь выбрал такую, высокопрочную. Вот все чертежи есть. Ее сертифицировать. Когда подается заявление на сертификацию, там есть графа такая. Сколько таких машин будет сделано? Там можно записать их 10, 20. То есть чертежи все будут. Ну, посмотрим, может быть, небольшую серию запустим. Чертежи все есть. Будут матрицы на стеклопластик, на все. Здесь есть для, в ответственных местах, где нужно соблюсти все. Сделаны кондукторы специальные, куда вкладываются эти трубы. И там превосваривается все уже точно. Для изготовления этих вот всех сопряжений, Володь, достань этот станочек, он где-то там вот. Для торцевания труб ставится коронка. Это как называется? Это торцеватель труб. Труба зажимается, ставится коронка, которая будет по диаметру трубы, которая будет сопрягаться с той трубой. И под нужным углом убирается лишний металл, делаются фаски. И все идеально, до долей миллиметра. Очень точно получается все. Поэтому все так аккуратно. Прежде всего, вот это вот. А сваляете полуавтоматом? Полуавтомат, да. Полуавтомат линкор, 200 амперный, 200 ампер. Шикарная машина. Варит прекрасно. Прогрев металла хороший. Даже индивидуальные вещи такие. Педаль газа тоже. Ее тоже пришлось с ножовики делать. В то время снимать. Каз просто приварил и все поставил. На самом деле, этот механизм все надо придумать, сделать. Нет, ну, я считаю, что вы большие молодцы, конечно. Что мечту свою воплощаете в жизнь. Это большой плюс. Это нужна большая сила воли человека, конечно. Времени нужно много. За это деньги вам никто не платит, как говорится. Все это для души. Это очень большой труд, очень большой труд. Ребята, пишите, кому интересно. Координаты данные, люди я оставлю. Ну, мало ли, захотите помочь. Или у вас есть тоже какая-то своя мечта. Все будет под видео в описании. Все интересующие вопросы, контакты людей я вам оставлю. Будет желание помочь. Я не знаю, там, любыми. То, что у кого есть, пишите. Все будет в описании. Переходите в описании, ребята. Слушай, ну тут тяга такая. Ну, это тяга за счет чего? Кулеров как или как она? Тяга за счет. За счет чего тяга-то? Вытяжки. Трубов. Нет, просто кулеры они лежат. Нет, кулеры они весь стоят. Просто стоят кулеры. Там даже дыма нет. Хочешь сказать, тяга за счет вытяжки? Да. Ну так серьезно? Да. Вот сюда чуть давление подходит. Воздух он распыляет масло. Обычно в систему там или какой-то компрессор ставят, который вытягивается, но тем самым создает давление. А тут прямо смотри, как она. Да, она просто сомает. И то есть просто отодвигаете, это потух кислорода, да? Нет, кислород в воздух вам поступает. А, у вас так поступает? Ну классно. Субтитры сделал DimaTorzok